Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Константин Гирш, я доктор ветеринарных наук, коммерческий директор компании Эвенутришн Стран СНГ. Мы продолжаем нашу серию вебинаров, посвященную кормлению птицей и по птицеводству вообще. Сегодня мы рассмотрим тему разнообразия мира микрофлоры птицы. Сегодня хозяйкой и докладчиком сегодняшнего вебинара будет Алла Левченко, соведущий Павел Поляков. Начнем с Аллы. Алла, пожалуйста, представьтесь. Добрый день, меня зовут Алла Левченко, я работаю региональным техническим менеджером по птицеводству в Эвенутришн в Северной Европе. На данный момент я нахожусь в Нидерландах и шлю мои теплые приветствия с города Уитриха. Мой профессиональный опыт состоит с работы в крупной птицефабрике в Англии, примиксной компании в Европе и отделе разработки исследований по птицеводству в мультинациональной компании по производству кормов и кормовых добавок. Мы сегодня поговорим на тему показателей продуктивности бройлеров. И перед тем, как начать, я хочу передать также слово моему коллеге Павлу Полякову. Ваша, пожалуйста. Добрый день, хочу всех поприветствовать, поблагодарить за то, что присоединились к нашему вебинару. Как вот уже Константин сказал, мы продолжаем серию вебинаров по птицеводству. Я являюсь заместителем генерального директора по техническому сопровождению. Я ветеринарный врач, отвечаю за регион России. Я думаю, что нужно передать слово Алле, и она начнет сегодняшнюю презентацию. В конце, после презентации, мы обсудим некоторые вопросы, будем ждать от вас этих вопросов, ну и будем обсуждать и попытаемся максимально ответить на них. Все вопросы, которые мы не успеем ответить, вы в любом случае получите эти ответы в рассылке, в почте. Мы в любом случае ответим на них, но, может быть, немножко попозже. Да, друзья, оставайтесь, пожалуйста, с нами до конца, так как мы обещаем вам много очень-очень интересной информации. И в конце нашего вебинара, вы, как Павел уже сказал, вы будете иметь возможность получить свои ответы на свои вопросы. На те вопросы, которые мы не сможем просто из-за того, что время у нас ограничено, ответить, вы получите, естественно, письменно. Ни один вопрос не останется без ответа. Мы вам это обещаем. Итак, Алла, начнем. Спасибо большое, Костя и Паша. На протяжении сегодняшней сессии мы рассмотрим следующий пункт введения, то есть мы уже этим занимаемся сейчас. Потом посмотрим на существующие сведения о микрофлоре кишечника птиц и броллеров. Потом рассмотрим вопрос присутствия патогенов, их функции и связанные с ними риски. Потом также пройдемся по набору инструментов для укрепления здоровья кишечника броллеров. И, конечно же, закончим выводами. Ну, давайте начнем. Существует ряд факторов, влияющих на продуктивность птицы, начиная с родительского поголовья, его содержания и питания, качество суточных цыплят, которые тоже зависят от условий содержания родителей и условий инкубации, кормления и содержания самих броллеров, а также от правильного подхода с программами вакцинирования. Объектом внимания нашей сегодняшней презентации является состояние желудочно-кишечного тракта и, более подробно, микрофлоры кишечника. И здесь нашей задачей является поддержка оптимального баланса микрофлоры и содержание минимального количества патогенных микроорганизмов, патогенных бактерий. Давайте продолжим с обзором научных фактов о микрофлоре. И рассмотрим этот довольно такой загруженный слайд. Пожалуйста, оставайтесь со мной. Эта диаграмма представляет собой попытку охватить все факторы, которые влияют на состав микрофлоры кишечника. И микрофлора в кишечнике представляет собой довольно сложный, но в то же время захватывающий мир, в котором существует множество факторов, которые напрямую или посредственно влияют на состав микрофлоры кишечника. Этот процесс очень динамичный и, в свою очередь, указывает большое влияние на продуктивность птицы. Как пример, я сейчас выберу свой поинтер, условия содержания, которые содержат много факторов, которые имеют влияние, и также уровень стресса влияет на способность птицы усваивать питательные вещества с кормом. Остатки неусвоенных питательных веществ служат почвой для роста и развития микроорганизмов, которые выходят с пометом и, конечно же, потом являются частью подстилки. Их птицы заново поедают после контакта с подстилкой и кормом. И эти поглощенные бактерии могут служить основой полезной микрофлоры или же, наоборот, источником нежелательных микроорганизмов, влияющих на здоровье кишечника. У нас, так получается, замкнутый круг, который тоже имеет непосредственное влияние на здоровье кишечника. Время года и географический климат имеют влияние, и так же, как и макроорганизм, то есть организм самой птицы. Здесь имеет влияние генетический фон, то есть вид птицы. Например, в индюшек состав микрофлоры отличается от состава микрофлоры бройлеров. Тип птицы, то есть, опять же, в бройлерах и у несушек состав микрофлоры будет отличаться. Порода и пол имеют влияние. И так же степень развития самого кишечника, где у нас принимают участие иммунная система. Морфология кишечника тоже и развитие имеет влияние. Так же, как и путь приобретения микрофлоры. Ну и, как я упоминала, это у нас получается замкнутый, постоянно меняющийся оборот влияния среды на микрофлору и их обратная связь. Подход к вопросу микрофлорного баланса в птицеводстве на данный момент заключается в том, чтобы установить, какие бактерии присутствуют в кишечнике, и потом найти связь между этими бактериями и нормативными показателями птицы. Дает ли такой подход ответы на все вопросы? Или, другими словами, должны ли мы фокусироваться только на том, кто присутствует в микрофлоре кишечника? Или, может, есть еще какие-то другие факторы? Давайте рассмотрим несколько примеров. После того, как птенец вылупился и вошел в контакт с микрофлорой в окружающей среде, проходит около недели до полного развития и формирования стабильной популяции микрофлоры, популяции бактерий. В кишечнике суточного цыпленка находится между сотней миллионов до миллиардов различных бактерий. И по прохождению одной недели это число увеличивается до сотни миллиардов. Перечень присутствующих микроорганизмов чаще всего проводится в слепых отростках, так как в этой части кишечника находится наиболее количество бактерий. В результате процесса ферментации клетчатки. И перепись состава микробиома или микрофлоры пищеварительной системы птица установила четыре главных типа бактерий. Фермикуты, они у нас обозначены здесь красным цветом. Бактероиды, синие. Противобактерии зеленым обозначены. И активно бактерии фиолетов. Этот перечень показывает только доминирующие типы. И существует также ряд типов, которые присутствуют в более меньших количествах. После установления баланса фермикуты занимают наибольшее количество мест в микробном пространстве. Они у нас обозначены красным цветом. То есть мы видим действительно, что они занимают больше всего места. Они отвечают за ферментацию моносахаридов и выработку эфиров летучих жирных кислот, таких как ацетатов, пропионатов и бутератов, которые в свою очередь используются в качестве источника энергии. Принимают участие в регулировке кровообращения, также стимулируют развитие энтероцитов и регулируют выработку муцинов. Бактероиды, которые синие, отвечают за расщепление протеинов и комплексных углеводов. Протеобактерии включают в себя также ряд патогенных родов, таких как эшрищия, сальмонелла, ершиния, легионелла и хеликобактер. Но также находятся в этом роду и много нейтральных организмов, способствующих фиксации азота. И актинобактерии, некоторые исследования с растениями указывают на их способность фиксировать азот в ответ на доступ к углеродам. Как мы уже и упоминали в первом сложном слайде, время года имеет большое влияние на состав и на функцию микрофлора. На данном примере мы можем посмотреть, как разнообразие микрофлорного состава меняется с сезоном. Осенью наблюдается наименьшее варьирование в ее составе. Здесь значительное уменьшение наблюдались в родах кластеридий 4 и 14 А групп, или кластеров, капрококков, дорий и руминококков. Кластеридий 4 и 14 классов, так же как и руминококки, являются полезными штаммами, связанными с выработкой бутератов. Также они снижают воспалительные процессы и в целом улучшают здоровье кишечника. Следует также отметить, что уменьшение разнообразия, кстати, не является положительным показателем. И несколько исследований указывают на положительную связь между увеличением разнообразия состава микрофлоры и продуктивностью животных. И если мы сравним показатели в зимние и летние месяцы, мы тоже увидим заметную разницу. Эрис и пилотрикс, вот эти вот, и фаско-ларто-бактерии, довольно-таки сложные имена, присутствовали в значительно большем количестве зимой, в зимний период. Эрис и пилотрикс рузеопатии известен как патоген, вызывающий рожистое воспаление. Хотя по 16S-РНК секвенированию эрис и пилотрикс тоже оказывается сходным с кластридиями 16 группы, которые, кстати, полезны бактерии. То есть все еще зависит от качества анализа и определения, в какую группу, какое семейство организм принадлежит. С фаско-ларто-бактериями предыдущие исследования показали, что этот микроорганизм принимает участие в использовании сукцината, вырабатываемой бактериями других видов. То есть они каким-то образом взаимодействуют с другими бактериями и являются довольно нейтральными. По мере взросления птицы, у нас здесь указаны данные по 7, 21 и 42 дням, по мере взросления птицы популяция бактерий в ее кишечнике изменяется. И мы уже установили, что тип фермикуты занимает большее количество мест в популяции микрофлоры кишечника. В то же время доминирующие представители в составе самих фермикутов, то есть доминирующие роды, меняются со временем. Преобладающим порядком является кластридиум, в то время как роды меняются с лохноспир, псевдофлавонефактора, флавонефактора в 7 дней, на фекалии бактера в 21 день, и в 42 дня мы видим уже немножко другой состав, с лохноспир, опять же, с розобюри, фекалии бактера и осилий бактера. На диаграмме справа мы видим микрофлору образцов 4-х птенцов в возрасте 14 и 35 дней. В этом примере мы видим сокращение нескольких родов между возрастом 14 и 35 днями, и возьмем, к примеру, линию лохноспир и цыпленка С. То есть вот цыпленок С был тестирован 14 дней, также 35, и в 14 дней мы видим большее количество лохноспир по сравнению с 35 днями. Остаемся в том же эксперименте, то есть в том же исследовании. И в предыдущем слайде мы рассмотрели изменение количественного состава микрофлоры. В данном примере график вот с правой стороны указывает на выраженные функции генов, присутствующих бактерий, или, иными словами, экспрессию генов по их функциональности. И здесь интересное наблюдение, что, несмотря на явные изменения в количестве присутствующих бактерий, их общие метаболические функции продолжают быть постоянными. То есть если мы возьмем вот линию коэнзим-метаболизм, то есть функция, и посмотрим на разницу между 14 и 35 днями, вот этот уровень функций остается одинаковым, или почти неизменным. И вот, как я уже упоминала, что несмотря на явные изменения в количестве присутствующих бактерий, их общие метаболические функции продолжают быть постоянными, несмотря на изменения в составе бактерий. И здесь напрашивается вопрос. Может, бактерии адаптируют, кстати, свои функции в зависимости от требования организма хозяина? Продвигаемся к следующему примеру. Целью данного исследования была оценка действия коксидиостатика в сочетании с низкой дозой антибиотиков. Коксидиостатик наш был монензин, и он использовался в сочетании с вирджиниомицином и тилозином. Медикаменты вводились с кормом, начиная с седьмого дня, и наблюдения проводились на седьмой, четырнадцатый и тридцать пятый день, то есть седьмой, четырнадцатый и тридцать пятый, после ввода медикаментов. В результате использования монензина, то есть если мы посмотрим на линии в горизонтальном направлении, монензин использовался во всех группах. И вот в результате использования монензина наблюдалось уменьшение одного и широко представленных родов розы бюрия. В исследованиях со свиньями роза бюрия имела отрицательную корреляционную связь с приростом, и подобные наблюдения были также найдены в исследованиях, в данных с людьми. Следовательно, снижение количества розы бюрия может служить как индикатором эффекта ускорения прироста. В дополнение к эффекту розы бюрия было также снижено количество лактобацилл, лактобацилл, то есть красная линия у нас указывает также лактобацилл. И в группах с антибиотиками, то есть вот в среднем столбце и в правом столбце, уровень кишечной палочки эшрища, то есть у нас кишечные палочки надлежат к семейству эшрищей, и мы наблюдаем, что уровень кишечной палочки увеличился. Однако это не было удивительно, так как спектр антибиотиков вирджиниамицина и тилозина не включал активность против эшрищей. И то есть получается, что если у нас появилось место со снижением розы бюрии, это место у нас заняли эшрищи. Но прежде чем делать выводы о влиянии медикаментов, давайте посмотрим еще на один слайд. Мы опять же продолжаем в том же исследовании. На данной диаграмме у нас представлены результаты с немножко другого ракурса. В предыдущем слайде был рассмотрен пример с индивидуальными бактериями. И сейчас мы условно сделаем как бы зум-аут и рассмотрим взаимодействие медикаментов и разных групп бактерий, также с возрастом птицы. Группа с наибольшей численностью представлена родом кластридий с толпцами синего цвета. Опять, это неудивительно, так как кластридии принадлежат к типу фермикутов самого распространенного типа. И мы уже упоминали, что большинство кластридий являются полезными бактериями, производящими летучие жирные кислоты. И смотря на диаграмму, мы действительно видим изменение количества в группах с лекарствами, с медикаментами. Вот если мы посмотрим по указателям групп, у нас C-контроль, M-монинсин, V-вирджиния-мицин с монинсином и T-тилозин с монинсином. То есть, если мы посмотрим на эффект медикаментов В-вирджиния-мицина и тилозина, в этом случае действительно наблюдалось снижение группы кластридий. Однако эти изменения являются относительно небольшими в пропорциональном масштабе. И уровень этих микробных групп восстанавливается с возрастом. То есть в 14 дней у нас был некоторый эффект, то есть уменьшение кластридий. В 35 дней после использования антибиотиков это количество кластридий у нас все-таки возобновилось. И одним из выводов этого эксперимента был, что возраст птицы имел значительно более выраженное действие на состав микрофлоры, чем эффект использования медикаментов. И, как и с предыдущим примером, возникает вопрос, действительно ли состав микрофлоры влияет на производительность животных, или есть и иные факторы влияния. Давайте посмотрим еще на один слайд по этой же истории. Итак, мы рассмотрели влияние времен года, возраста, использования медикаментов. На данном слайде представлен сбор результатов нескольких исследований, касающихся бактерий, характерных для птиц с высокими и низкими показателями продуктивности. Каждая строка представляет собой отдельное исследование, в котором были выявлены различия в группах доминирующих бактерий. На примере слепых отростков птица с высокими показателями живой массы, то есть веса, в одном исследовании лактобациллы у нас были характерными для птиц с высоким весом, тогда как в другом исследовании, опять же, лактобациллы были характерны для низкой массы, для низкого веса. И аналогично с руминококками, как пример, опять же, мы смотрим в слепых отростках. В одном исследовании мы видим, что руминококи являются характерными для птиц с высокой продуктивностью, то есть в этом случае с низкой конверсией корма. И в отдельном, в другом исследовании мы, опять же, видим руминококков, но они являются характерными для низкой продуктивности, то есть для высокой конверсии корма. И как бы с этим мы наблюдаем некоторые несоответствия. Эти несоответствия могут быть связаны с различиями в плане постановки экспериментов, в возрасте птицы, кормлений, место отбора проб в кишечнике и применение медикаментов также времени года. То есть мы видели, что множество факторов имеет влияние на состав микрофлоры. И как бы рекомендации здесь будут для нас оставаться осторожными в поисках связи между конкретными бактериями в качестве биомаркеров и продуктивностью птицы. Последовательность методов исследований, место отбора проб, план эксперимента, а также интерпретация функций бактерий чрезвычайно важны для принятия обоснованного и правильного вывода. И когда вы видите результаты, спросите себя, где была взята проба, какой метод использовался, в какое время года отбирались птицы и использовались ли антибиотики. Итак, в заключении рассмотренных примеров и немножко в продолжении вопроса, с которым мы начали презентацию, функции микроорганизмов. Функции, кстати, могут быть более важными, чем сама структура микрофлоры. В продолжении нашей темы мы поговорим о присутствии патогенов и их функциях и связанными с ними рисками. В густо населенном сообществе микрофлоры также находятся и нежелательные бактерии. Наиболее нам знакомые имена – кластридия перфрингенс, кишечная палочка, сальмонелла, компилобактер. Часто богатый белком корм, содержащий относительно высокие концентрации плохо усвояемых белков, приводит к высоким концентрациям остатков этих неусвоенных белков в кишечнике. И таким образом действующим как субстрат для развития нежелательных протиолитических бактерий. Другие факторы, которые могут привести к увеличению роста этих нежелательных микроорганизмов, могут быть иммуносупрессорные заболевания, внезапные изменения в составе корма, пшеница в отсутствии ферментов, корм, содержащий рожь, то есть так называемая карма с высокой вязкостью или, например, низкого качества рыбная мука может быть проблематичной. И изменения в нормальной микрофлоре кишечника вследствие лечения антибиотиками или неправильного использования вакцинации. Сейчас кратко в некоторых деталях о кишечной палочке. Эта бактерия присутствует в небольшом количестве в течение всей жизни организма, то есть птицы. Некоторые штаммы могут вызывать вторичные инфекции в следствии респираторных инфекций, таких как микоплазма, галицептикум и после физиологических изменений, таких как перитоника. В отличие от других видов, птичья патогенная кишечная палочка не обладает набором генов вирулентности. Некоторые изоляты птичьей патогенной кишечной палочки имеют сходство в генах с кишечной палочкой, вызывающей проблемы у людей. И следовательно предполагают, что некоторые птичьи патогенные кишечные палочки могут быть занозными. Однако четкой связи не наблюдалось. Хотя зоонетический потенциал птичьей патогенной кишечной палочки не ясен. Некоторые исследования показывают, что кишечная микрофлора, включая также кишечную палочку, может служить резервуаром устойчивости к антибиотикам и передавать резистентность к зоонозным патогенам, как к сальмонеллу. И тогда, если вот эта резистентность у нас тоже передана сальмонелле, которые являются проблемой у людей, проблемы у людей увеличиваются. Тоже вкратце о Клостридии перфрингенс. Этот организм присутствует в популяции комменциальных бактерий тоже в довольно небольшом количестве, в меньшинстве. Многие представители этого семейства являются полезными штаммами, связанными с выработкой бутирата и снижением воспаления. То есть об этом мы уже упоминали и раньше в сегодняшней презентации. И также Клостридиация, как семейство, помогает с улучшением здоровья кишечника птицы в целом. Однако Клостридиальная популяция включает также некоторые виды, которые являются патогенными для домашней птицы. И вот здесь у нас имена Клостридии перфрингенс, Септикум, Калинум. И перфрингенс вызывает всем нам известный некротический империт у домашней птицы. Патогенные изоляты птичьего типа содержат новый тип токсина, которым, к счастью, человеческие патотипы не обладают. Это очень сильный токсин, и он разрушает клетки и эпителия в кишечнике. Перфрингенс – это также человеческий патоген, передающийся через пищу, который прослеживается в разных источниках, включая пищевые продукты птичьего происхождения. И если у нас имеются проблемы с нежелательными бактериями, нам, конечно же, нужны и их эффективные решения. Давайте посмотрим на несколько примеров. В комплекте инструментов, доступных для специалистов по кормлению и ветеринарных врачей, мы имеем ряд вариантов и альтернатив к антибиотикам в качестве кормовых добавок и препаратов, добавляемых с водой. С кормовыми добавками мы имеем четыре основные категории. Питобиотики, про- и пребиотики, короткоцепочечные, среднецепочечные жирные кислоты и производные дрожжей. Питобиотики у нас обладают антимикробными средствами, они поддерживают функцию пищеварительного тракта, стимулируют иммунную систему и обладают свойствами антиоксидантов. Про-биотики стимулируют также иммунную систему и обладают свойством конкурентного исключения патогенов. Пребиотики адсорбируют нежелательные бактерии и являются субстратами для брожения, опять же, для выработки обитучих жирных кислот. Жирные кислоты, короткоцепочные и среднецепочечные, обладают сильными антимикробными свойствами в зависимости от длины углеродной цепочки и они также служат источником энергии в кормах. Производные дрожжей ингибируют патогенов, имеют порой пребиотический эффект в зависимости от типа и улучшают пролиферацию развития энтероцитов. Давайте рассмотрим более подробно продукты из категории фитомолекул. В состав продукта активоликвид входят компоненты фитомолекулы с очень сильными антимикробными свойствами. В анализе на минимальную ингибирующую способность продукт проявил бактериостатический и бактерицидный эффект в зависимости от растворной концентрации и был эффективен против штаммов кишечной палочки устойчивых к антибиотикам. В качестве контроля у нас использовался цефотоксин, который был, кстати, неэффективен против устойчивых штаммов кишечной палочки и оказал бактериостатический эффект против неустойчивого штамма. В свою очередь активоликвид проявил бактериостатический и бактерицидный эффект по отношению ко всем штаммам. Это исследование было проведено в Эдинбурге, в Шотландии, в лаборатории микробиологии птицы. В дополнение к бактерицидному эффекту жидкого продукта кормовая добавка актива со сходными компонентами в ее составе демонстрирует уменьшающее действие на кишечную палочку и калифорну. То есть в данном эксперименте у нас были отобраны образцы зубной жидкости и также образцы со слепых отростков. И учитывалось количество общих калиформ, кишечных палочек и также общее количество бактерий. С контролем у нас сравнивалась группа с антибиотиком и также с актива. И если мы посмотрим на результат, то актива, так как и антибиотик, у нас демонстрировали снижающий эффект на все три группы. И актива даже имел некоторые преимущества по сравнению с антибиотиком. Этот эффект наблюдался в зубной жидкости и также в слепых отростках. В условиях некротического энтерита применение сочетания кормовой добавки с жидким продуктом помогает смягчить эффект инфекции, то есть некротического энтерита. Данный эксперимент состоял из четырех групп цыплят-бройлеров. Первая группа контрольная, вторая у нас с инокуляцией клостридии и перфингенс в 19, 20 и 21 дней. Третья группа с инокуляцией и с добавлением кормовой добавки актива. Четвертая группа у нас опять же была с инокуляцией клостридии и с сочетанием кормовой добавки и также актива ликви, то есть жидкого продукта. На 21 дне кишечник трех цыплят из каждой группы был исследован на поражение, связанное с некротическим энтеритом, и эффект был обнаружен в улучшении конверсии корма по сравнению с пораженной инфицированной группой, снижением поражений некротического типа и особенно снижением падежа, связанного с некротическим энтеритом. Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что применение сочетания кормовой добавки с жидким продуктом помогает смягчить эффект некротического энтерита, возбужденного клостридией перфринга. Ну вот, мы рассмотрели несколько примеров о составе состояния микрофлоры кишечника и факторы, которые влияют на это. Мы также рассмотрели вкратце несколько присутствующих патогенов, их функции и риски. Также посмотрели на набор инструментов с кормовыми добавками, также с жидкими препаратами. И сейчас, конечно же, у нас время коротких выводов. Даже при огромном прогрессе в методологии исследований наличие методов секвенирования, динамика взаимодействия в микрофлоре птиц остается все-таки не очень хорошо изученной. На популяцию микробного сообщества влияют очень много факторов. Мы это уже видели в нескольких слайдах. И эти факторы включают в себя окружающую среду, такие как времена года, корм, генетика и также внутренние факторы, то есть факторы, которые связаны с организмом самой птицы. Нам чрезвычайно важно получить знания и развить методы исследований, выявляющие риск возникновения развития патогенных микроорганизмов на ранних стадиях. И это позволило бы нам, как производителям птицы, заблаговременно остановить или полностью предотвратить заболевание. Существующие на данный момент альтернативы обычным лекарственным препаратам, такие как фитомолекулярные соединения, эффективны в профилактических целях для укрепления здоровья кишечника, а жидкие продукты можно использовать в качестве эффективного и быстрого решения во время острых проблем. Ну и сейчас у нас время для вопросов и ответов. Костя или Паша? Костя? У меня есть, конечно же, к тебе вопрос, и мы обсуждали это, я хотел бы этот вопрос все-таки как-то выставить на общее обсуждение для наших гостей тоже. Итак, получается, что многокомпонентность или сложность состава того же пробиотика не совсем является ключом успеха выращивания птицы. То есть здесь нужно точно знать, какой состав, какой именно штамм и в каком продуктивном состоянии, или как сказать, я просто вспоминая твою презентацию и видя этот слайд о высокопродуктивной птице и низкопродуктивной птице, соответственно, состав микрофлоры отличается у них, и, соответственно, здесь нужно тоже обращать на это внимание, не просто брать какой-то определенный стандартный набор микроорганизмов и предлагать птице, думая, что это и есть ключ к успеху, или это не так. Как вот это действительно должно работать? Ну, мне кажется, что вначале все-таки нужно установить причину проблем, которые могут состоять с птицей, да? И потому что с очень комплексным составом микрофлоры у нас проблемы могут быть связаны быть не только с кишечной палочкой или с кластридией, могут быть тоже проблемы с дисбалансом. И здесь как бы первым шагом должно быть установление причины этого дисбаланса, то есть связано ли это с стрессом и каким результатом это приводит. и сначала эти причины этого стресса остановить, да? По использованию самих препаратов как бы могут быть довольно разные. Мы рассмотрели четыре разных группы. они имеют по показателям продуктивности довольно схожие результаты, но их применение тоже должно быть сделано с учетом, как я уже упоминала, основной причины. То есть про- или прибиотик может быть неэффективным в ситуацию, когда у нас уже развилась проблема с некротическим энтеритом. То есть в этом случае уже довольно поздно использовать про- или прибиотики. Нам нужно что-то, что действует намного быстрее. То есть такие препараты как фитомолекулы. И по компонентности или про-биотиков, или если уже говорим по компонентности, это будет про-биотики. Опять же, довольно сложно сказать один компонент или три, какой из них сработает лучше. Все зависит от изначального состояния кишечника и его здоровья. И тоже условиям, предоставленным для развития этих пробиотиков. То есть им нужен тоже субстрат и почва для развития. Спасибо, Алла. Вот как раз в этой связи разные идут группы кормовых добавок и, как говорится, инструментов для укрепления здорового кишечника. Александр Орлов нам задает вопрос. Вот как раз сравнивая две группы именно кормовых добавок. Актива – это группа фитобиотиков и бутераты. Можно эти группы считать аналогами. Преимущество применения актива в сравнении с бутератами. Применение актива позволит ли отказаться или снизить норму введения бутерата в корм? Можем ли мы этот вопрос прямо сейчас онлайн ответить? Ну, мне кажется, здесь, опять же, все зависит от среды и от причины проблемы. То есть бутераты у нас, мы их уже упоминали в презентации, они имеют положительное влияние на состояние кишечника. Я бы сказала, что в особенности жидкие активы имеют немножко другую функцию, то есть он используется в ситуации, когда у вас уже острые проблемы. Бутераты же могут использоваться с первого дня и до конца выращивания, как немножко, помогите с переводом, как safety program, то есть как insurance. подстраховка. Как подстраховка. И если вы меня спросите, сочетание актива, как кормовой добавки, и бутерата, будет ли эффект 1 плюс 1 равняться 2, я бы с этим затруднилась и, опять же, ссылку сделала бы на состояние и на условия выращивания. Может, в каких-то условиях будет как бы этот двойной эффект. Но если условия выращивания довольно нормальные, потому что сказать, что хорошие, в принципе, наверное, в практике, это довольно сложно найти, даже если посмотрим в Европе. Но моя рекомендация была бы использовать один препарат, как вот в целях подстраховки и использовать также препараты в случаях, когда у вас присутствуют очень уже такие острые проблемы. Паша, может быть, ты что-то добавишь? Ну да, да, я дополню. Если говорить о жидком и сухом, то мы, говоря об этих продуктах, понимаем, что любой жидкий продукт, который направлен на бактерицидное действие, он все-таки в большей степени будет работать в верхнем отделе желудочно-кишечного тракта. Это связано все-таки с разницей в ПАЖ на всем протяжении желудочно-кишечного тракта. И после активной ферментации, которая происходит в 12-перстной кишке, естественно, ПАЖ меняется. И многие жидкие продукты начинают терять свою активность. Вот почему Алла говорит, что лучше жидкие продукты использовать в тех моментах, где действительно появилась проблема острая, да, то есть действовать быстро и незамедлительно. Сухой продукт, он в большей степени работает в дистальной части желудочно-кишечного тракта, так как он микроэнкапсулированный, он, ну, можно так сказать, и разработан для того, чтобы вещества, полезные компоненты, дошли именно в те части кишечника, где они в большей степени необходимы, где они и должны, скажем так, стабилизировать и держать под контролем вот этот баланс микрофлоры, за которую говорила презентация Алла. Ну и в том числе, естественно, действовать на пищеварительную функцию. Это и аппетит поднять, и антиоксидантные свойства должны быть тоже присутствовать. Вот если коротко, это вот отличие жидкого и сухого продукта. Хорошо, спасибо, ребята. Вот Анна Лосько задает на вопрос. Добрый день, Анна. Активом может ли полностью заменить антибиотик? То есть вот такой вопрос. Можно ли заменить актива, вернее антибиотик нашим продуктом актива? То есть, во-первых, каким? У нас их получается несколько. Но я буду предполагать, что это будет вопрос все-таки о комплексном решении. Это наша, как говорится, программа, это не один продукт, это их несколько, которые, несомненно, относятся к классу фитобиотиков. И замена антибиотика – это процесс не просто выключения подачи антибиотика через поилку или через корм. Это процесс немного комплексный. То есть его нужно рассматривать с той точки зрения, что давайте признаемся, антибиотикам, как правило, закрывают ошибки использования антибиотика. То есть изначально мы должны думать о том, как исправить ошибки, которые мы закрываем антибиотиком. А потом переходить уже к программе по снижению антибиотика или его полностью удаление из рациона или из выпойки. То есть мы должны понимать, что процесс замены антибиотика – это не просто замена антибиотика на какое-то чудо-порошок. Это в первую очередь процесс мониторинга производства, грамотность наших сотрудников, наша грамотность и понимание ситуации внутри предприятия. То есть мы должны полностью иметь контролинг над той ситуацией, которая существует в предприятии, особенно инфекционное давление. Коллеги, добавьте, пожалуйста, если я что-то упустил в этом вопросе по поводу замены фитобиотик. Алла? С моей точки зрения, Костя, ответ довольно-таки обширный и мне нечего здесь добавить. Паша? Ну, если коротко, да, актива ликвид, актива сухая позволяет в первую очередь снизить дачу, в первую очередь кормовых антибиотиков. И во-вторых, все-таки она позволяет уйти постепенно, как уже Константин сказал, от применения антибактериальных препаратов. Следующий вопрос у нас от Инал. Спасибо за презентацию. Уточните, пожалуйста, актива работает и по граммоположительным, граммоотрицательным метрофорам. С чем вы связываете положительный эффект его применения? То есть речь идет о принципе действия нашего продукта. Мы можем выслать информацию, полную информацию о принципе действия нашего продукта. И не одного, а их, как мы уже упомянули, их несколько. То есть это, мы говорим сейчас о продукте, в основном мы говорим о программе все-таки. То есть мы подаем фитомолекулы не только через корм, мы подаем их тоже и через выпайку. И все это очень-очень должно быть настроено. То есть у нас нет универсальной формулы, возьмите вот это плюс вот это, и у вас будет все в порядке. Нет. Мы должны четко знать условия фермы, условия хозяйства. Мы должны подходить к каждому индивидуально. То есть здесь принцип действия, в принципе, уже Алла немного пояснила, как это все работает, Алла. Может быть, ты немножко, чуть-чуть просто коснуться? У нас не так много времени. Можно я коротко дополню? Дополни, пожалуйста. Да. Доказан эффект, что актива действует на большинство грамм положительных бактерий, в том числе и на грамм отрицательных. У нас есть слайды, мы их показываем в своих презентациях по этим продуктам, где четко видно чувствительность некоторых бактерий, некоторых групп бактерий к различным дозировкам активы. И это можно, я думаю, более детально обсудить и показать, свяжитесь с нами. Мы обсудим это и покажем более подробно, скажем так. А так, да, доказан эффект на грамм положительную и грамм отрицательную микрофлору. И в большей степени положительный эффект в этом и заключается, что они действуют на большинство грамм положительных, грамм отрицательных, плюс отсутствие чувствительности, не чувствительности, а резистентности к этим компонентам. Хорошо. Ребята, у нас осталось не так много времени, а вопросов достаточно больше и больше прибавляется. Я предлагаю быстрый темп. Елена Корнилова. Лена, добрый день. Очень приятно тебя видеть в чате. В России на каких предприятиях уже используются активы? Какие результаты? То есть речь идет о наших результатах, Паша. Я думаю, что мы могли бы это все-таки, ну, немного, пару предприятий назвать, конечно, но я бы сказал, я бы больше рассказал немного о результатах. Паша, коротко о том, что вы в России делаете. Какие у вас есть успехи по применению актива? Ну, у нас есть предприятия, которые уже опробовали активы, 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 ликвид. Ситуация у всех, естественно, разная. Подход должен быть разный к проблеме, да, потому что проблемы разного характера. И, соответственно, мы, применяя эти продукты в предприятиях, естественно, разрабатываем программы. Если брать сухой продукт, то, естественно, он должен применяться по умолчанию в корма с первого дня выращивания и до забоя. Если говорить о жидком продукте, то тут уже подход иной. Мы должны изучить ситуацию, проблематика, которая есть на предприятии, соответственно, уже исходя из этой схемы вакцинации. И, соответственно, потом мы предлагаем и внедряем этот продукт. Некоторые предприятия, которые уже попробовали, есть положительный эффект, есть положительные отзывы об этих продуктах. У всех, скажем так, направления немножко разные. Кто-то хочет решить вопрос и подходит к теме снижения антибактериальных препаратов при выращивании птицы. Кто-то хочет просто решить многие бактериальные проблемы, которые есть на площадках, связанные все-таки, наверное, с резистентностью бактериального фона на площадке. Потому что долгое время использование антибиотиков все-таки к этому приводит. Я конкретику не могу сказать по предприятиям, но если свяжетесь с нами, мы более детально можем это обговорить. И я уже непосредственно покажу обезличенные итоги нашей работы на некоторых предприятиях. Ребят, есть еще один, на мой взгляд, такой интересный вопрос. Если можно, чуть подробнее расскажите о влиянии схемы вакцинации на микробиом кишечника. Интересует ваше видение проблемы. Я думаю, Алла, это, наверное, к тебе или Паша. Ты как-то? Я могу ответить, Алла дополнит. Дополнит, я думаю, Алла дополнит. Давайте. Естественно, говоря о схеме вакцинации на предприятиях, везде она разная. Эпизиотическое состояние площадок разное. Но мы должны понимать, что любой вирус, он провоцирует бактериальные проблемы. Любые осложнения вакцинации, они приводят к возникновению, естественно, бактериальных инфекций. Естественно, любая схема вакцинации напрямую влияет на, скажем так, микрофлору и тот бактериальный фон, который есть на площадке. Алла? Я бы здесь тоже добавила, что вакцинирование тоже увеличивает уровень стресса. И уровень стресса также влияет на состояние кишечника напрямую или посредственно также на состав микрофлоры. То есть сказать или сделать четкое определение, какая именно вакцина имеет влияние на какой-то определенный тип бактерий, мы не можем. Но что мы часто наблюдаем, то, что особенно в период вакцинации у нас наблюдаются показатели или симптомы дисбактериоза. И на протяжении этих периодов мы рекомендуем также использовать определенные препараты, которые помогают с поддержкой состояния микрофлоры и также кишечника, здоровья кишечника. Да, научно доказано, что гормон стресса, кортизол, он очень сильно как раз таки влияет на увеличение популяции, в первую очередь, кишечной палочки. Почему многие говорят о том, что нужно исключать факторы стресса, в первую очередь, при возникновении колебактериоза на площадке. Следующий вопрос, и, коллеги, я думаю, что он будет у нас в онлайн последний. Естественно, мы на все вопросы ответим, но ответим, скорее всего, уже письменно, потому что у нас уже и так мы сверх нашего регламента временного. Значит, вопрос есть интересный. Сейчас, секундочку. Добрый день. Это вопрос от Руслана Рябинин. Добрый день. Подскажите результаты противомикробной активности, полученной в лаборатории. Есть ли опыт подтверждения этих данных на действующих производствах? То есть, мы говорим сейчас о опытах инвива, инвитро. Ребята, подскажите, Паша, как говорится, результат из полей, которые мы уже немного осветили. В этом плане у нас достаточно большой опыт проведения именно в полевых условиях опытов, так как у нас по всему миру достаточно большое количество наших партнеров, наших клиентов, которые очень довольны применением схем наших продуктов. В первую очередь, конечно, это антимикробные применения, и все-таки мы возвращаемся к программе по снижению или уходу от использования антибиотиков, так как в цвете наших актуальных событий все-таки это очень и очень щепетильная такая проблема, актуальная проблема резистентности. Поэтому мы говорим здесь именно об этом, мы не говорим только о какой-то антимикробных свойствах, мы говорим о программе именно ухода от антибиотиков, то есть по снижению резистентности. И если, конечно же, вам интересны наши опыты в полевых условиях, мы с удовольствием предоставим вам протоколы исследования, протоколы, подтверждающие эффективность применения нашей программы именно в этом фокусе, именно в программе снижения резистентности антибиотиков. Ну, как я уже говорил, да, у нас есть подтверждение лабораторных исследований по чувствительности, скажем так, основной патогенной микрофлоры к компонентам актива. Что касаемо производства, опять же, я повторюсь, у всех ситуация разная и применение было направлено на исключение разного рода проблемы. Один из опытов показал, что применение активы Liquid на всем, по определенной программе, это первые пять дней, четвертая неделя жизни и пятая неделя жизни бролера перед забоем, показало ее эффективность. Птичник, на котором применялся этот продукт, сидел без антибиотиков, который в контрольных птичниках задавался по стандартной программе. Показатели получились по сохранности практически идентичны, что все-таки доказало эффективность. Но птичники, которые были на опыте с активой, все-таки показали более, скажем так, лучшие производственные показатели. Это все было на первом этапе. Ну, как я уже говорил, это мы можем обсудить и показать уже индивидуально при связи с нами. Я хотел бы ответить, тут вопрос был по чувствительности к кокцидиям. Да, доказана эффективность на эймерии, на кокцидии, но не доказано, скажем так, полностью влияние на кокцидию, как, допустим, химические леонофорные антибактериальные препараты. То есть, можно сказать, что фитомолекулы влияют на кокцидии, они останавливают развитие, то быстрое развитие и размножение популяции. Ну, если по-простому сказать, в большей степени действует, как ионофор, нарушая внутриклеточный обмен, действуя на оболочку, останавливает его дальнейшее развитие. Алла, дополнишь? Мне кажется, что твой ответ был довольно точный и в то же время обширный, Павел. Спасибо. Друзья, я предлагаю уже завершить наш интересный вебинар. На мой взгляд, получилось очень неплохо, очень много вопросов, очень много положительных откликов о нашей работе. Например, вот Татьяна Орлюк пишет, добрый день, очень благодарна за фундаментальную работу, проведенную в области микробиологии. Спасибо за ответ, Николай Крокин, это то, что была вакцина, как влияет вакцинация на микробиом кишечника. Елена Шацких поблагодарила за информативно-полезно. Спасибо. Алексей Малеша. Ребята, все остальные вопросы, которые остались сейчас на данный момент без ответа, мы обязательно на них ответим письменно. В любом случае, пожалуйста, пришлите ваш адрес электронной почты, и мы на него ответим. И даже пришлем дополнительную информацию. Сейчас я предлагаю завершить наш вебинар и сказать большое спасибо Алле, Павел. Огромное вам спасибо. Ребята, которые нас слушали, которые смотрели нашу презентацию, вам огромное спасибо. Оставайтесь здоровы, не болейте. Всего вам хорошего, всего хорошего. Хорошего вам дня, хорошего вам недели. До новых встреч. Я тоже хотел бы поблагодарить всех участников за то, что нашли время, подключились к нашему вебинару. Мы постараемся готовить для вас новые, более информативные вебинары. Пишите предложения, на какую тему вы бы хотели еще послушать презентации. Спасибо всем, хорошего здоровья, всего хорошего, удачи. И с моей стороны, спасибо большое за внимание и здоровья всем, и удачи, и хорошего рабочего дня. Всего хорошего. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...